Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала! В связи с темой гастроэнтерологии я как раз нашел такой видосик доктора Берга, где он тут рассказывает лучший противовоспалительный продукт, который вас удивит. Я вот начал слушать и что вот у меня, так сказать, возникло в уме, я хочу с вами поделиться. Итак, начинаем. Есть очень мощный противовоспалительный продукт, который вас удивит. Хотел бы я знать об этом раньше, когда мой кишечник был сильно воспален. Так воспаление возникает в кишечнике. От чего оно возникает в воспалении? Оно возникает от того, что развивается несвойственная микрофлора в организме, то есть в кишечнике. И она-то начинает все это дело воспалять. Ну давайте послушаем еще именно, так ли я понял об этом воспалении или нет. Но это можно применить любому воспалению. Это могут применять люди с аутоиммунными заболеваниями и с любой болезнью, название которой заканчивается на ИД. Это какое-то воспаление, так? Значит смотрите, лично я считаю, что аутоиммунных заболеваний нету. Организм не может сам против себя чего-то там выступать. Просто-напросто я считаю, что имеется некая причина, некая причина, которая это вызывает. Но так как эту причину не знают или не хотят знать, вот такое выражение, как аутоиммунное заболевание, и мол отвалите. То есть столько времени существует медицина, и она не может разобраться в аутоиммунных заболеваниях. Что именно конкретно лежит в основе той или иной причины? Вот, есть очень тесная связь между воспалением суставов и воспалением кишечника. Ну хорошо, есть такая связь. Есть такая связь. Не будем спорить. Слушаем дальше. Многие воспалительные процессы в суставах, включая многие аутоиммунные заболевания, берут начало в кишечнике. Ну, берут начало в кишечнике. То есть для того, чтобы где-то что-то воспалилось. Сначала вот этот вот вся, агент этот воспалительный, как правило, это чужеродная микрофлора, должна попасть к нам внутрь организма. Как правило, она попадает внутрь организма, естественно, с едой и питьем. И потом уже через кишечник она распространяется по всему организму и оседает там, где ей удобно, в суставных сумках. Но я до этого еще рассказывал, что особенно когда начинают применять антибиотики против разного рода воспалений, микробов, грибков, то эти микроорганизмы прячутся в таких тканях, куда антибиотики дойти не могут. Как правило, это сухожильная ткань, естественно, суставов. И там начинается ихнее развитие. А раз они развиваются, что они делают? Они разрушают эту ткань, вызывают воспаление. И сначала я перечислю продукты, которых надо избегать. А потом расскажу, что нужно есть. Наибольшее воспаление вызывают те продукты, в которых есть глютен. Как бы сказать, вот если... Вот тут очень важно для себя уяснить воспаление, воспаление. От чего оно возникает? То есть, самый основной провокатор этого воспаления, что является? Продукт или микроб? Продукт. Прошел, да и все, и прошел. Ладно, там. Сосался, что-то делал. Или микроб? Вот на этот вопрос вы должны себе ответить. Я лично считаю, что вызывает микроб. А он есть в злаках. Большинство злаков вызывают воспаление в кишечнике. Вот знаете, так вот сказано, большинство злаков вызывает воспаление в кишечнике. Если мы возьмем с вами историю всего человечества, то что они употребляли? Пшеницу, рис, рожь, там, разные там, крупы. Да и прекрасно на них жили. То есть, человечество на них выжило. А вот другое дело, если же что-то с этими крупами, или, вернее, с продуктами из этих круп что-то сделать, другое, ну, например, хлеб дрожжевой, то будет ли мешать, будем говорить, продукт сам по себе, либо же вот эти дрожжи, которые попадают к нам в организм, и являются, ну, будем говорить, необходимым элементом для приготовления хлеба, но для микрофлоры это будет чужеродный элемент, который как раз и вызовет брожение со всеми последующими воспалениями и неправильной работой. Ну, я так думаю. Большинство людей с артритом не знают, что злаки, которые они едят, вызывают сильное воспаление. Ну, не знаю, я ем хлеб всю жизнь, и чтобы так сказать, вот так вот сказать, что у меня там суставы там заболели, сильное воспаление, у меня этого нет. Опять-таки, я считаю, воспаление возникает совсем от других причин, которые не столько связаны с питанием, а связаны с тем, что находится в продуктах. И, как правило, воспаление возникает от того, что... А давайте, знаете, вот не будем ломать копья, ломать луки, а мы с вами забьем и сейчас узнаем причины воспаления. Вот просто причины воспаления, и все. Найти. А причины воспаления механические бывают, травмы, физические, температура, давление, излучение. И так далее. Химические кислоты, щелочи. И вот, наконец-таки, смотрите, ну, причины воспаления, допустим, желудочно-кишечного тракта, или, ну, тракта возьмем. Механические. Ну, как-то мы не можем туда механически нарушить, там, что-нибудь, кишечную стенку. Физические температуры, давление, излучение и так далее. Мы тоже это не можем сделать, потому что там свое давление, температура и так далее в желудочно-кишечном тракте. Так, химические кислоты, щелочи. Мы тоже это не можем, потому что там среда своя, организм все свое выделяет. И вот, наконец-таки, биологические микробы, простейшие вирусы. Вот и все, что это. Ну, еще психические там. Значит, воспаление это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждения или действия патогенного, то есть болезнетворного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения. Ага, то есть мы узнали. Воспаление. Воспаление в кишечнике, как я и сказал, может возникать не столько из-за продуктов пищевых, сколько то, что в них содержится. Ну, слушаем дальше. Далее идут очевидные вещи, такие как алкоголь, сахар, мусорная еда. Мусорная еда – это то, что подверглась глубокой технологической обработке. 83% продуктов в магазине были подвергнуты глубокой технологической обработке. А мы удивляемся проблемам с системой пищеварения. Следующий продукт. Ну, то, что продукты подверглись вот такой вот обработке, и современное общество рассматривает продукты питания не с точки зрения, вот особенно пищевая промышленность, чтобы они питали человека, а с точки зрения того, как их подешевле приготовить и как их подольше сохранить. А насколько это отразится на нашем пищеварении, об этом, естественно, никто не задумывается. И вот тут-то возникает. Дальше. Кукуруза. Кукуруза вызывает сильное воспаление. Почему кукуруза вызывает сильное воспаление? Ну, почему кукуруза? Я эту кукурузу съел с удовольствием. Почему она должна вызвать сильное воспаление? Вот, знаете, вот так вот, раз, сильное воспаление, и ты думаешь, ой, что же я ем? Я хлеб ем, кукурузу ем, каши ем, и у меня воспаление. А у меня нет никакого воспаления У меня его нет Лично у меня нет Откуда такие выводы? Лишь бы сказать Может это у него что-то такое Обычно из нее делают Рафинированные продукты Высокофруктозный кукурузный сироп Думаю процентов 96 Всей кукурузы генетически Модифицировано А значит в ней могут быть снады глифосата Но вот это вот как начнется Модифицировано Да ясно Все это модифицировано Естественно каждый продукт Это важно понимать Он помимо питательной нагрузки Он несет еще информационную нагрузку С помощью продуктов питания Мы с вами приспосабливаемся К окружающей местности На этой местности Выросла кукуруза На этой местности Выросла пшеница Либо там вырос рис Либо там вот эти овощи Фрукты и так далее В конце концов даже Если мы употребляем мясо То животные паслись На этой местности Они поедали траву И в результате Они стали Или вернее Сейчас вернемся К той же кукурузе Там допустим Овощам, фруктам Они стали Вобрали всю информацию Об месте В котором они выросли Климата Метеорологических условий Смены дня и ночи Космических влияний И естественно Когда мы поедаем Мы значит Эту информацию Усваиваем И Мы становимся Благодаря тому Что эта информация Усвоена И мы живем В этом месте Мы становимся Единым Целым С этим местом Если же Все вот так Вот там Генно модифицировано Извратить И так далее В угоду Опять таки Того Чтобы там Компании Зарабатывали деньги Им что-то там Можно было Изготавливать Хранить лучше Защищать От Вредителей Это уже другой Вопрос И Совершенно процесс Который Не вяжется Со здоровьем Он вот не вяжется И все Вот Как бы его Не пытались Там Нам преподнести Считается Антибиотиком Но может Вредить Кишечной флоре И создавать Другие проблемы Далее Соя То же самое Большая часть Сои Генетически Модифицирована В сои И кукурузе Также есть Лектины Они тоже Раздражают Кишечник Опять таки Все зависит Лектины Раздражают Кишечник В зависимости От того Сколько съесть Если я Самой полезной Еды Вот Какая Есть Самая Полезнейшая Наилучшая Для себя И я Посчитаю Что Надо ее Сесть Как можно Больше А Наш Организм Усваивает Определенное Количество Он может Усвоить Определенное Количество А я его Перегружу Раз в Десять Больше Любой Продукт Какой бы Он Не был Полезнейший Он Просто Вызовет Такую Ответную Реакцию Как Отравление Перегруз В виде Отравления Организм Стал Он не Может Все это Пропихнуть И усвоить То есть Мы его Испортили Любым Продуктам Все Зависит От того Доза Какая Доза Этой Будет Кукурузы Если мы Две Кукурузы Сгрызли С солью Отлично Она идет И радуется Единственное Там Грубая Клетчатка Клетчатка Которая Которая Может Раздражать Для того Чтобы она Не раздражала У вас Должна быть Сформирована Соответствующая Микрофлора Которая Может Эту Грубую Клетчатку Разлагать А вот Если ее Нет То Тоже Может Быть Но Не так Уж Знаете Как Как Однозначно Бах Да Вот так Вот Что может Вызвать Воспаление Кстати Кукуруза Это не овощ Это Злак Кукуруза Есть Во многих Продуктах Чипсах Тортильях Есть Много Продуктов С ней Особенно В магазинах И она Там Не в виде Цельных Зерен А в Каком Очищенном Виде Есть Даже Новый Вид Гомо Кукурузы Который Еще Не прошел Испытаний На Безопасность Очень интересно Чем это Обернется Да Никого В основном Не интересует Чем это Обернется Хотя Вот Некоторые Задумываются Ничем хорошим Еще разок Я хочу сказать Продукт Несет Информацию Если Эта Информация Искажается То Наступает Разрушение Нашего Или Воздействие На наш Организм На самых Тех Тонких Информационно Энергетических Уровнях Которые Несут Продукты Нам В организм И конечно Есть еще Как очевидно Масла из семян Такие Как Рапсовое Соевое Кукурузное Масло Все Сильно Рафинированные Масла Вызывают Воспаление Из-за омега 6 Далее Молочный бел Интересно Воспаление Из-за омега 6 Я думаю Так как Существует Такое понятие Как цельный продукт Вот когда Это цельный продукт То есть Масло Из семян Существует Смотрите Что Существует Зародыш Наиболее ценная Часть С витаминами Существует Вот эта вот Оболочка Содержащая Минеральное Вещество И наконец Как и Вот эта вот Пустота Скажем так Вот если Пустота Вот этого Это как раз Крахмал Там Белок Который Мы и употребляем Но для того Чтобы Усполился Этот Белок И крахмал Нам Нужна Связка Минеральных Веществ И витаминов Которые Профинированном Продукте Нету И поэтому И начинаются Проблемы Из-за Этого Что Организм Должен Сначала Это масло Как-то оживить Отдать ему Витамины Минеральные Вещества Чтобы Чтобы Все Как-то Смогло Заработать Зацепиться И от Этого Возникают Проблемы Какие А1 Всегда Употребляете А2 Очень Надежно Какие-то А1 А2 Знаете Вот Происходит Взрыв Мозга Что Вместо Того Чтобы Просто Покушать Пищу Естественную Та Которая Свойственна Для Нашей Пищеварительной Системы Нам Надо Еще Что-то Знать Какие-то А1 Они То Попридумывали Из-за Того Что Все Поизвращали А Теперь Еще А Б С Запутывают Людей Еще Больше Вот Этой Своей Наукообразностью Не В ту Степь Применяют Эту Науку Не Туда Куда Надо Тежный Способ Избегать А1 Это Брать Молочные Продукты Из Молока Кос Или Овец Например Овечий Или Козий Сыр Или Овечий Или Козий Кефир Сыр Кефир Ферментированные Продукты И Пользы От них Еще Больше Я бы Не Сказал Что Раз Этот Продукт Ферментированный То Польза От Этого Больше Существует Еще Такое Мнение Что Если Это Якобы На Составные Части Часть Энергии При Разложении Теряется Это Тоже Надо Понимать А то Мы Говорим Одно А О Другом Молчиваем И Продукт Из Молока Овец И Коз Содержит Белок А2 Надо Сказать Что У Многих Людей Аллерген Очень Интересно Белок А Белок Б Насколько Я знаю Раньше Считалось Сколько Там Или 22 Ну Можно Это Забить Не будем Перегружать Сейчас Наш Видос То есть Считалось Что Существует Аминокислот Определенный Набор Аминокислот Значит Заменимых И незаменимых А тут Получается И В смысле Для того Чтобы Было Полноценное Питание Вот Этот Грубо говоря Набор Аминокислот Желательно Употреблять В течение Дня Что полностью По аминокислотам Мы Значит Удовлетворяли потребности Организма А тут Уже Нет Тут Пришли Новые Люди Новые Люди И они Уже Вот это Как-то Не знаю Куда Они Задвинули Я слышу Совсем Другую Терминологию Белок А Белок Б То есть Опять-таки Возникает Пунтаница Э Казин И это Проблема И бывает Непереносимость Лактозы Ну смотрите Казин Ах Белов Казин Животным Нужен Знаете Вот Просто Объяснение Для того Чтобы У животных Имеется Шерсть Копыта Рога Поэтому Им надо Больше Белка Казина У нас Нету Этого В таком Количестве И естественно Этот белок Казин Для нас Будет Знаете И существует Такая вещь Как Казиновый Клей Которым Раньше Клеили Мебель И вот Этот Избыток Этого Казина Естественно Начинает Оказывать На нас Вредная Клеющее Влияние Теперь Об этом Что там Это самое Лактозе А если У нас Нету Просто Напросто Этот Самый Лактаза Молочного Смышля Если у нас Нету В организме Бактерий Которые Могут Разложить Молочный Сахар Который Поступает Вместе С молоком То что Получается Получается Что Другие Микробы Которые Живут В нашем Желудочно-кишечном Тракте Они Начинают Усиленно Размножаться И разлагать Вот этот Молочный Сахар Вызывая Бражение Вызывая Настолько Мощное Поступление В организм Продуктов Их Жизнедеятельности От Разложенной Этой Лактозы Что Это Просто Отравляет Организм То есть Все Вот так Объясняется Просто И понятно Козин Вот так Действует Лактозная Недостаточность Вот так Действует Молочного Сахара Что Создает Другую Проблему И Бывает Просто Непереносимость Глютена А не Аллергия На него Глютен Ну Существует Что такое Глютен Глютен Это Пшеничный Белок Такой Слизеобразующий Якобы Он Этот Глютен Внутри Нас Внутри Кишечника Имеется Вернее Устройство Кишечной Стенки Такого Что Там Имеются Такие Вот Ворсинки То есть Стенка Кишечника Тонкого Кишечника Представляет Собой Как бы Ворс Ворс Этого Ковра Подложка И здесь Вот этот Ворс И через Этот Вот Ворс Как раз Идут К нам Питательные Вещества Для того Чтобы Как раз Бактерии Не съедали То есть Идет Разрушение С помощью Ферментов Пищевых Веществ Которые Ну Допустим Большие Еще Их Разлагают На Буквально Такие На Мельчайшие Куски Там На Те же Эти самые На Молекулы И чтобы Вот эти Молекулы Не Бактерии Не потребляли Существует Вот эта Щеточная Такая Хайма Куда Эти Попадают Молекулы Расшепленного Пищевого Продукта И сразу же Всасываются Если бы Этого Не было То Получалось Что Бактерии Могли бы Тут их Съесть И Размножаться Чужеродные А так Получается То что Идет Вот этот Щеточную Кайму И дальше Всасывается Через Стенку Кишечника В кров Так вот Вот этот Глютен Как Такая Скользкое Такое Образование Значит Он Как пленкой Замазывает Вот эту Щеточную Кайму И не дает Нормально Проходить Питательное Вещество И за счет Этого Значит Вот возникает Якобы Как говорит Наш уважаемый Доктор Воспаление Далее идет Просто клетчатка В целом Не говоря уже О новых Функциональных Волокнах Таких Как Растворимые Кукурузные Волокна Волокна Тапиоки Все эти Продукты Содержащие Клетчатку По идее Должны Приносить Пользу Но лишь усиливают Сдутие И воспаление Ага Вот тут мы С вами И подошли Вот существует Действительно Мнение Что они должны Нам давать Там пользу И так далее Воспаление Значит За счет чего Может идти Воспаление Мы уже с вами Узнали Что воспаление Может идти За счет Механического Какого-то Раздражения Но я Думаю Что там Не столько Будет Механически Раздражаться Стенка Кишечника И вызываться Воспаление Сколько За счет Того Что опять-таки Эту клетчатку Которую Не может Усвоить Полноценно Наш организм Особенно Грубую Ее Начинают Разлагать Бактерии Несвойственные Нам Естественно Выделять При этом Разложении Газы Выделять Значит Прочие Вещества Которые Ну Продукты Своего обмена Которые Для нас Являются Раздражающим Ядовитым Фактором Отсюда У нас Возникают Вот такие Вот Проблемы С употреблением Клетчатки Для того Чтобы Чтобы Смотрите Чтобы Не говорится Клетчатка И все Для того Чтобы Усваивать Полноценно Клетчатку Те животные Те животные Которые Питаются Растительной Пищей Грубой Листьями Вот этим Все Они Имеют Гораздо Длительнее Желудочно Кишечный Тракт Если у нас Вот такой То у них Раза В два В три Раза Он больше Плюс Еще имеется У нас Один Желудок А там Может быть Два Там Желудка Совсем По другому Работает Пищеварительный Аппарат И там Получается Что На Вот этом Растительном Субстрате Из клетчатки От листьев Коза там Съела Листья Да Эти Корова Съела Траву Все Что Это Тоже Горубая Клетчатка Размножаются На этом Субстрате Размножаются Микробы Которые Разлагают Эту Клетчатку И при этом При этом Оказывается Вот эти Коровы Быки Носороги Слоны И так далее Вроде как Они едят Вот этот Растительный Субстрат Но на нем Развивается Определенная Микрофлора Которая Сама по себе Является Полноценнейшим Белком Можно так сказать Выращивается Мясо Внутри себя У жвачных Этих Животных И они Эти Вот эти Бактерии Полноценный Этот белок Всасывают А остальное Все выбрасывают А у нас Этого Механизма Нету Нету В таком Как бы нам Хотелось Клетчатка Должна И так далее Клетчатка Должна быть Очень нежная Вообще И Люди Которые Переходят На сыроедение Вегетарианство И остаются На нем Лишь те У которых Есть возможность Пищеварительной Системы Вот это Все Переваривать И усваивать У большинства У нас же этого нету Возникает Газообразование Что говорит о том Что Ну не может Организм Усвоить Вот эту Вот клетчатку И поэтому Сдутие Поэтому Газы Поэтому Понос Стуны Сформированы Все это Поступает Идет Отравление Истощение И мы якобы Потребляем Свежие вещества Витамины И так далее И так далее А на самом деле Мы просто Напросто Не понимая Этого процесса Губим Свой Собственный Организм Расстраиваем Пищеварительную Систему Которая Начинает В виде Поноса Проявляться Вызывая Тем самым Воспаление И опять таки Не столько Этот Понос Как именно Это реакция Организма На попытку Попытка организма Избавиться От всего этого Быстрее пропустить Выбросить из себя А Те микробы Которые Размножаются При этом При любом Воспалении Особенно в кишечнике Надо избегать Клетчатки Любой Клетчатки И Волокон Как раз Я вам сказал Для того Чтобы Это все Переваривать Нужна Мощная Пищеварительная Система У человека А у животных Она просто Естественно Приспособлена Для переваривания Клетчатки И она Совершенно Другая Она гораздо Больше Имеет Свои собственные Особенности В отличие от человека Поэтому Это все Может и не Усваиваться И в большинстве Случаев Не усваиваться Как правило Наверное У человек Пяти И ста Это может быть Еще нормально Усваиваться И то если они Потихонечку Все это приучает Свой организм К этой еде Тогда все нормально А у всех Остальных Которые Да я сейчас Науплюсь Вот так вот Все это Пролетает То есть Это пища Которая возбуждает Жизненный принцип Ветра Ветра Это все Несется Как по трубе И вылетает И особенно Так называемых Полезных Растительных Белков Фасоли И других Бобовых И даже Овощей Вот все Эти Фасоли Это Грубая Пища Которую Если мы Знаете Ее надо Очень правильно Оказывается Приготовить Если мы Ее не можем Приготовить Это очень Грубая Пища Которая Как раз И возбуждает Жизненный Принцип Ветра Сухости И холода И все Несется По Желудочно-кишечному Тракту Как по трубе И вылетает И это Наоборот Если мы Эту же Фасоль Подвергнем Тепловой Обработке Вот правильно Подвергнем Тепловой Обработке Мы ее Разотрем Мы ее Превратим В пюре Вот такую Знаете Жиденькую То К удивлению Мы ее Прекрасно Съедим И почувствуем Пользу От нее То есть Оказывается Надо правильно Готовить И вот это Все Что Тут Это Все эти Зеленые Овощи И Что-то там Крупы Там Все это Усваивается Тогда Когда пройдет Тепловую Обработку И Вот эти Качества Ветреные Которые Вносят Сухость И холод В организм Исчезают Тогда Наш Организм Может Их Более Менее Нормально Полноценно Расщепить И усвоить То есть Вот чем Заключается В правильной Кухне А не то Что мы Сейчас Сырыми То есть Вот как говорят Сыроеды Сыроеды И еще раз Около Хочу сказать Вот Примерно Из 100 человек У 5 Только Настолько Мощная Может быть Пищеварительная Система Которая Может Это все Расщепить Переварить И нормально Но это Очень редкие Все это Раздражает Толстую кишку Посидите на Карнивор Диете И вам станет Намного Лучше Я сейчас Перечислил Все продукты Которые В огромной Мере Усиливают Воспаление Да не Воспаление Не усиливает Усиливает Воспаление Воспаление Они Неправильно Приготавливаются Неправильно Употребляются И потом Вызывают Естественно Вот такие Вот Феномены Если Все это Правильно Сделать Там Все будет Нормально А вот Это Вот знаете Модное Течение Что надо Сырое 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 Вот это Все Сырое Или там Полуприготовленное Вот именно Вот так И влияет Я через Все это Прошел Я прекрасно Знаю Как Это Работает И якобы Создается Мнение Там Ферменты Свежие Вот Надо Есть Ооо Сыроедство Там Вегетарианство Это Здоровье А на практике Оказалось Что задействованы Совершенно Иные Механизмы Которые Надо Учитывать И тогда Это Несет Пользу Например Я съедаю Хурму Сырую И получаю Только Удовольствие От Этого Потому Что Там Имеется Мягкая Клетчатка Такая Нежная Там Имеется Все Такие Сахара Которые Усваиваются И у Меня Не Возникает Ни Брыжения Никакого Там Знаете Других Каких-то Расстройств Кишечника Тем более Теперь поговорим О самом важном Продукте Который Позволяет Избавиться От воспаления В этом Продукте Очень Высокий Уровень Глутамина Вот Знаете Продукт Вместо Того Чтобы Рассматривать Как бы Сказать В цельном Виде Вот Вычленяются Какие-то Глютамин Глютамин Вот это И человек Глютамин Надо Глютамин Один Ну Ешьте Этот Глютамин Вот там В порошке Или еще В чем-то И что Вы почувствуете Там пользу Якобы Вот этот Глютамин И все Здесь В чем Содержится Этот Глютамин И может быть Не столько Глютамином Это Объясняется А может Другими Какими-то Особенностями Этого продукта Давайте послушаем Этот продукт Входит в число Продуктов Самым высоким Уровнем Глютамина Я объясню Что такое Глютамин Это аминокислота Которая нужна Клеткам Толстой кишки Так вот смотрите Вначале Я вам говорил Что существует Вот это Там Ну 20 или 22 Аминокислоты Которые Заменимые Которые Там Незаменимые Вот Вот так Вот это все Преподносилось Нами Что Мол Надо все Это Тут же Мы уже Слышали Что есть Какие-то Белки А Какие-то Белки Б Что вот так Что-то там Действует Как говорится Взрыв мозга Взрыв мозга Ну Слушаем дальше Это слой клеток Толщиной в одну клетку Внутри толстой кишки Они образуют барьер иммунной системы Внутри нас Клетки кишечника Очень любят глутамин Они потребляют Процентов 30 Всего нашего Глутамина Глутамин Очень важен Для выработки энергии Из АТФ Глутамин Это топливо Для слоя кишечных клеток А также Для слизистой оболочки Где живут Все полезные бактерии И глутамин Обеспечивает Непроницаемость Перегородок Я сказал Что воспаление Начинается в кишечнике Но не описал Его точную Причину А причина Дырявый кишечник Ага Оказывается Дырявый кишечник Знаете Вот как-то Слушаешь Вот эти все Наукообразные Выкладки И поражаешься Причина воспаления Толстого кишечника Дырявый Дырявая стенка Ну хорошо Дырявая стенка А Чем характеризуется Воспаление Толстого кишечника Тем что там Бурчит все То есть там Идет определенный Ферментативный процесс То есть разложение Микробами Какого-то пищевого субстрата В результате В результате чего Вот это вот Идут газы И прочее То есть то что Нормально Не было усвоено Начинает усваиваться В толстом кишечнике Или даже там В тонком кишечнике Совершенно Другими микробами Которые нам даже Не свойственны И из-за этого У нас Возникает брожение Газообразование Жидкий стул Естественно Отобилие Всех этих Характеризуется Болями Газами Поносами Ну-ка А не то что там Дырявые То есть повышенная Проницаемость Кишечника По сути В этом слое клеток Толщиной в одну клетку Есть сквозные дыры И крупные Нерасщепленные частицы Пищи Проходят Сквозь эти дыры И тогда иммунная система Помечает их Как чужеродные тела Которые надо Разрушить Вот как появляются Антитела На пищу И начинают развиваться Пищевые аллергии Так Ну хорошо Так что Проблема на самом деле В обходе Нормальных процедур Иммиграции У частицы нет штампа Въезд разрешен От иммунной системы Но она въезжает И создает Много проблем Все эти вредные продукты О которых я говорил Создают дыру в кишечнике А глутамин Решение этой проблемы То есть Говорили-говорили А кишечная микрофлория Том-осем Теперь все Нет Получается Что тут Не столько В микрофлоре Все это дело А совсем В других Механизмах Хотя Что мы Видим На поверку Что мы Видим На поверку Ну давайте Дальше послушаем А следующий вопрос Вот в чем В каком продукте Больше всего Глутамина И ответ В мясе В частности В говядине От которой Сейчас пытаются Избавиться Вот мы И пришли Как бы сказать Вот такие Вот выводы Идут Когда Не понимаются Процессы Которые Происходят В нашей Пищеварительной Системе Нам преподносится Все Что угодно То есть Получается Вот мясо Да Вот мясо Это то что надо И так далее Удивительнейшие Выводы Из всего этого А вот Почему Не последовали Вот такие Вот выводы Давайте Дальше Послушаем От коров Пытаются Избавиться По какой-то Нелепой Причине Но в говядине Есть Супер Исцеляющий Белок Глутамин Который В огромной Мере Улучшает Состояние Кишечника И уменьшает Любые воспаления Будь то Аутоиммунная Болезнь Не аутоиммунная Проблема С суставами Или что угодно Еще Глутамин Можно и принимать Но говядина Лучший Противовоспалительный Продукт Который Только есть Еще до Тето диеты Когда я ел Углеводы А потом Он переключился На говядину О боже Насколько же Лучшим не стало Это было Невероятно Вздутие прошло Это было странно Ведь я думал Что нужна клетчатка Чтобы все Протолкнуть Вот видите Что все Протолкнуть В виде Ежика Должна быть Клетчатка А клетчатка Оказывается Вот так Действует И вот это Вздутие Вздутие Это говорит о том Что идет брожение Что там развивается Когда идет у нас Брожение Развивается Несвойственно Нам Микрофлора То есть Часть Микрофлоры Становится Совершенно Причем В резких Таких Временных Отрезках Несвойственно И слишком Много Которые Которые Как раз Своими Продуктами Жизнедеятельности Которые Всасываются Так же Через Стенку Толстого Кишечника И Через Стенку Тонкого Кишечника Ведет К Отравлению А мы Там думаем Глютамин И так далее Или еще Что-то А что Делает Допустим Мясо Там мы в сыром Виде Особо Не можем Там съесть А что Делает Мясо Мясо Как раз Оно Не Содержит Опять-таки При умеренном Потреблении Не содержит Трудно Расщепимых Каких-то Этих самых Волокон Или еще Чего-то Оно просто Полностью Усваивается И оказывается Эти продукты На основе Мяса Они Подавляют Перевозбуждение Ветра И тем Самым Исчезает Вот это Вздутие Исчезает Это Ображение И Пищеварение Работает Нормально То есть Мы Перестали Употреблять Эту Раздражающую Пищу Так сказать Которая Вызывается Эти вещи И все У нас Микрофлора Исчезла У нас Начинает Идти Грубо говоря За счет Этого Мяса Но опять-таки У нас Должен там Идти Такой Интересный Баланс Если мы Переключимся Только На мясо То у нас Также Возникнут Какие-то Совершенно Другие Проблемы Которые Не столько Связаны С брожением Сколько Связаны Допустим Совершенно С другими Вещами Такими Допустим Как нагрузка На печень Нагрузка На почки Потому что Обилие Белка Который Содержится В мясе Столько Нам Не надо И организм От него Начинает Избавляться То есть Все должно Быть Взаимо Уравновешенно Но я Не ожидал Что говядина Реально Погасит Пламя У меня В кишечнике И у меня Исчезло Много Воспалений У меня Был сильнейший Артрит В руках В спине И я Не знал Что дело Было В моем Рационе Ну Естественно Рацион Влияет Но Знаете Вот В чем Я вот Слушаю Доктора Берга И здесь Очень важно Чтобы вы Не были Фанатиком Некоторые люди Фанатично Вот что-то Услышали Ага Вот эта Вот сырая Растительная Пища Она действует Вот так Вот так Вот как там Допустим Изложили С понятия Высокой Науки А на самом Деле Там Со всеми Непроцессами И он Только на нее Налегает А потом О Что-то Я замерзаю Что-то У меня С уставами Что-то У меня Там С пищеварением Что-то У меня Там С сосном Почему-то Там Месячные Пропали Сила Пропадает И все Такие Вот Вещи Происходят От этого И то же Самое Перегиб Если мы Слишком Много Употребляем Вот этих Мясных Продуктов У нас Начинают Ити Совершенно Другие Вещи Вроде Как Вначале И они Особенно После того Как Человек Прекращает Есть Вот эту Клетчатку Содержащую Пищу На это У него Выравнивается А потом Со временем Начинают Ити Совершенно Другие Процессы Также Неблагоприятные Это Надо Понимать То есть Вот этот Фанатизм Его не Должно Быть Вы Должны Прислушиваться К работе Своей Собственно Пищеварительной Системы Сиели Ага Нормально Все Пятое Десятое Никаких Ни газов Ничего В туалет сходили Допустим Раз В день Стул Оформлен Прекрасно Все Все отлично Организм Полон сил Вам приятно Эту пищу есть Например Я съедаю Гречку С салом Прекрасно Я себя чувствую Главным образом В углеводах Из лаках Которые Я ел Вам надо Просто Попробовать Допустим Углеводы Из лаки Которые Вы ели Естественно Если вы Их переедаете В чем еще Заключается Умеренность В питании Это очень важно Понимать Что наш Организм Может усвоить Вот столько Пищи Полноценно Без всяких Там Газов Бродильных Процессов Развития Какой-то Вредной Микрофлоры И это Даст нам Энергию Здоровье Процветание Если же Мы съедим Два Вот таких Вот Две Порции Углеводов И этих Там Злаков Углеводов И Овощей То что Получается Мы не успеваем Мы успеваем Усвоить Только одну Порцию А пока Мы успеваем Усвоить Одну Порцию Вот эту Порцию Вторую Начинают Разлагать Микроорганизмы Совершенно Там Допустим Где-то Там Даже И полезные Нам Но В чрезмерном Количестве Они Начинают Для нас Быть Вредными Выбрасывать Свои продукты Этого Разложения Вот это И вызывает Раздражение Газообразование И все Прочие Негативные Процессы Которые связаны С Большим Употреблением Пищи Чем нам Надо Вот столько А мы сели столько А мы Обычно Съедаем Раза В четыре Больше Поэтому И получаются Такие вот вещи Вы веган И хотите знать В какой веганской еде Больше всего Глутамина Вы готовы? В капусте Совершенно верно Особенно в красной капусте Но в любой капусте Очень много глутамина Так что Больше всего глутамина В говядине И в капусте Если брать Весь спектр продуктов От мяса До овощей Я говорил об этом И в других видео О том Что надо есть капусту При гастрите Язве При любом воспалении ЖКТ Вы не сможете есть Много других овощей Клетчатки Но капусту Большинство людей Переносят Особенно ферментированную Квашеную капусту Квашеную капусту Если Капусту Правильно приготовить Ну например Вот начнем с самого простого Для того чтобы сохранить Все полезные свойства Мы можем просто Напросто Выжать из капусты сок Смешать его Допустим В пропорции Пополам-напополам С морковным соком Пополам-напополам С яблочным соком И получить пользу Это один вид Второе Мы сможем Это тушить То есть Подвергнуть Термической обработке Притушить Она станет более Удобоваримой Для нас Вот Ну и наконец-таки Что там В виде салата Но этот салат Должен быть Тщательно-тщательно Мы с вами переживать А вот это то Что Опять-таки То что ферментировано С одной стороны Приобретает Какие-то Еще дополнительные Свойства А с другой стороны Та энергия Которая Заключалась В продукте Во время Процесса Ферментизации Она Улетучивается Процесс Ферментизации Идет С полощением Энергии Которая Находилась В этом продукте То есть Она теряется Это тоже Важно понимать Но Кое-что Другого Добавляется Что Несомненно Благоприятно Сказывается То есть Тут еще важно Отметить Что люди Идут По пути Приема Ферментов Которые Улучшают Якобы Пищеварение На самом деле Все Вот эти Прибамбасики Ферменты Которые Лучше Расщепляют Пищу В нашем Пищеварительном Тракте Как бы Заменяя Наши Пищеварительные Ферменты Ведут К тому Что Наша Ферментативная Система От такого Приема Начинает Ослабевать И в конце Концов В конце Концов И практика Это показывает Вы не сможете Переваривать Нормально Пищу Без употребления Вот этих Всех Таблеток Которые Там Значит Вызывают Ферментизацию Это Также Надо Понимать В квашеной Капусте Не только Много Глутамина Но еще Есть и Полезные Микроорганизмы Глутамина Много И в других Продуктах Это Овечий Или Козий Сыр А также Кефир Как я уже Сказал Это Яйца И Рыба Особенно Много Глутамина В Косном Бульоне Итак Я Описал Простым Языком Вот Смотрите Глутамина Много В Это Именно Бульон Костный Бульон Вот эти Масла И такие Вот это Все Перечислено Это Продукты Которые Усиливают Жизненный Принцип Слизи То есть Создают Основу Как бы Для тела И при этом Подавляют Вот эти Все Процессы Которые Возникают От жизненного Принципа Ветра Когда все Летит В трубу Вот в чем Еще Особенности То есть Об этих Особенностях Давным Давно Знала Аюрведа Давным Знала Тибетские Все эти Врачеватели И все Это Использовали А тут Тебе На Глютамин Еще Что То Еще Что То Знаете Опять Таки За Вот этим Расчленением Продуктов На какие То Составляющие Мы Начинаем Перестаем Видеть Цельную Картину И поэтому И путаемся То мы Едим Сырое То мы Едим Валеное То мы Какую-то Кету Используем Диету То еще Какую-то А существует Простое понятие Существует Видовое Питание Которое Говорит о том Что мы Можем Съесть Наши Зубы Рот И так далее И переварить Только те Продукты Которым Наш Организм Приспособлен Которым Приспособлена Наша Пищеварительная Система Как устранить Воспаление И чего Нужно Избегать Чтобы Реально Изменить Ситуацию К лучшему Поверьте Если у вас Воспаление Не важно Какое Вам надо Есть Эти продукты Я бы Просто начал Есть Говядину И капусту И посмотрите Что будет С вашим Воспалением Думаю Вы очень Удивитесь А вы знаете Воспаление Вы просто Снимаете И практика Это показывает Да вы Ничего Можете Не есть Просто Напросто Поголодать И воспаление Куда-то Исчезнет Само Собую Исчезнет Без всяких Лекарств Без всякой Говядины Без всякой Капусты Или еще Там чего-то И дыры Там Золотаются Организм Самовосстанавливающая Система Которую Надо Создать Условия Для того Чтобы Она Нормально Работала Есть Много Других Особенных Продуктов Каждый Из которых Имеет Уникальные Свойства О них Вы узнаете В моем Новом Курсе Знаете Что такое Суперфуды Это продукты Которые Приносят Организму Удивительную Пользу Курс Доктора Берга Поможет Узнать Все Об этих Продуктах И их Преимуществах Вот Вот так Вот так Естественно Мани 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 Я Столько Создал Книжек Разобрал Для себя Пищеварение При этом Это Общечеловеческие Опять таки Знания Об анатомии Устройстве Как Что Все это Работает И как То я Вот эти Курсы Курсы Не делаю А тут Все Знаете Ставится На Рельсы Коммерции Курсы Мурсы И при этом Я вот это Вот прослушал И у меня Есть свой Опыт Который Намного Проще И эффективнее Нежели Что мы Разбираемся Вот В каких-то Вот этих Вот Пищевых Веществах Составляющих И пытаемся Что-то Сделать И более И более того Практика Уже Давным Давно Показала В связи С тем Что Возникли Вот эти Космические Станции Космические Перелеты В которых Летают Космонавты Появилась Потребность В продуктах Которые Надо брать В космос Чтобы они Полноценно Вас Обеспечивали И вот Так же Было Решено Учеными Учеными Что Распродукты Состоят Из разного Рода Вот этих Веществ Заменимых Кислот Незаменимых Минералов Сахаров Клетчатки И прочего Зачем нам Брать Капусту Мясо Да мы В тюбики Все это Соединим В тюбики И будет Космонавт С тюбиков Там питаться Да и все Нормально Там будет Ну и что Начали питаться Вот по этим Всем схемам В течение Это все Медленно Развивалось В течение Где-то Двух Трех Месяцев Все было Нормально А потом Постихонечку Развился Дисбактериоз Да В любом деле Важна Знаете Вот Светлая голова Как вот у Светоча Светлая голова Чтобы Не поддаться Вот на Разного рода Курсы Которые Обогащает Кого угодно Кроме этого Сегодня кстати Я посетил Своего знакомого Которому Удалили Полипы С толстого Кишечника Как-то знаете Он перестал Разговаривать На тему здоровья И прочее Прочее И знаете Совершенно Случайно Выяснилось Как там Ты что-то там Ешь Усваиваться В туалет Ты там Ходишь Говорит Нет Все летит Прямиком То есть Стул не оформлен И все это Выносится Микрофлора Толстого кишечника Никак не сформируется А что А что Вот он По своей наивности Думал Что как-то там В толстом кишечнике Ему удалят Полипы Вот И все Будет нормально Он будет жить Долго и счастливо И наслаждаться Жизнью Но И при этом Как-то не поинтересовался А что это будет А как это будет А вышло Совсем Знаете По очень простому Вот он Толстый кишечник Допустим Он Два метра Грубо говоря Да Длина И вот Участок Где имеются Эти там Полипы Или еще что-то Ничего там Эти полипы Не удалялись А просто-напросто Опачки Опачки Отрезалась Эта часть Толстого кишечника Пораженного Полипами А я думал Они и у меня Есть эти полипы Так я Подозреваю Но тем не менее Я живу И нормально Се чувствую Значит Удалились И в результате Те процессы Которые должны Совершаться Вот в этой части Толстого кишечника Они не совершаются То есть Нету Всасывания Воды Чтобы сформировать Каловые массы Чтобы как-то Это задержалось А это все В виде поноса Летит И как бы сказать Знаете Это Конечно К этому человек Привыкает Но вот То что было Можно было питаться Можно было там Допустим Вести Грубо говоря Полоценный Образ жизни Теперь Теперь этого Уже нельзя Теперь надо Вот И какой-то там Диеты там Придерживаться Чего-то там Такого А нам все равно Не помогает Теперь еще Какого-то режима Надо придерживаться А он Тоже не помогает Теперь надо пить Какие-то там Таблетки Которые Могут Что-то На время Сделать А дальше А дальше Так как причина Остается Они только Будут Вредить Поэтому Подумайте Сначала А потом уже Будете Что-то делать И я вот еще Так вот гляну Русскоязычный Канал Официальный Доктор Берг Практически Шесть миллионов Подписчиков Шесть миллионов Подписчиков В этом канале Слушают Вот эти вот Курсы И так далее Набираются Там каких-то Знаний Опыта Там пользы И это Удивительно Как люди Не могут Разбираться Достоверность Информации То Клетчатка Нужна Доктор Берг О я сейчас На этом Это ж так Хорошо А потом Нет резко Нет Мясо А потом Когда пройдет Определенный срок И это мясо Даст о себе Вот это Кфета диета Даст о себе Негативные последствия Скажет Вот ю моё Ты смотри Эх Был бы Умбы Улумумбы Был бы Чомбы Ни при чомбы Есть Особый День В году Наступает Темноту Новым годом Он зовется И Всех Людей Дается Шелестят конфет Оглевки Там Мандарин Стоит И Наряженная Ёлка Огоньками Нас Манит Веселись 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 Народ Наступает Наступает Новый Новый год Он врачу нам несет Он подарки Раздает Радостью День И Наступает Новый 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 Снова Праздник полночет, это Новый Новый Год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бакал с карди. Загадай свое желание и под звонку ром-пом-пей. Ай, веселись, 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 народ. Наступай, наступай, Новый Новый Год. Субтитры сделал DimaTorzok Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.